И всем привет, друзья! Друзья, вы на канале SkyTopGames и мы продолжаем проходить игру под названием Saurean. Сейчас ты такой смотришь и думаешь, что ты делаешь на этом дереве? Ну, друзья, сейчас у нас рассвет, но ночью на меня пытался кто-то напасть и пытался меня съесть, убить. И, по-моему, мне показалось, то ли это были какие-то, не знаю, похожие на велоцирапторов что-то, либо, по-моему, это взрослые дакоторапторы. Да, каннибализм в этой игре присутствует. От этого, ребят, никуда нам не деться. В принципе, каннибализм присутствовал и в мезозойской эре. Так, ну, вроде бы всё спокойно, поэтому можно спуститься с дерева и немножко пройтись. Боже, как долго я на нём просидел, буквально практически всю ночь. Так, мне нужно найти... Ну-ка, стой, 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 кто у нас там ходит? Там не дакоторапторы? Нет. Что-то похожее на струтомимусов, по-моему. Или на каких-то галиков. Да, наверное, это струтомимусы. Так, пока я сидел на этом дереве, мне захотелось пить. И можно, в принципе, даже немножко поесть. Насколько вы знаете, ребят, всем тем, кто смотрел предыдущие две серии, моему дакотораптору исполнился ровно годик. Мы уже практически взрослые. Да. И в прошлой серии, ребята, у нас было такое небольшое приключение. Так, давайте понюхаем и найдём какую-нибудь воду. А, в принципе, вот там у нас есть река, только надо опасаться крокодилов. В прошлой серии мы искали, пытались найти нашу семью, но наши поиски ни к чему не привели. Так, стой, аккуратно обойти струтомимусов. Ну его нафиг, а то запинают ещё. Я недостаточно взрослый, чтобы ещё с ними сражаться. Хотя можно было бы тоже прикинуться струтомимусом и прибиться к ним в стаил. В принципе, у меня такой же, посмотри, шикарный хвостик с перьями. Да. Могли бы принять и за своего. Ну ладно. Так, пойдёмте, короче, попьём воды. А дальше уже посмотрим... По ходу, как говорится, по ходу пьесы. Так, крокодилы, крокодила, по-моему, вон там на том берегу. Поэтому здесь... Здесь, да, здесь пока всё спокойно. Вон там ещё плавает один крокодил. Ну ладно. Помните, да, как в первой серии одному крокодилу я напинал? Это было безумно. Особенно, когда ещё мне помогал, по-моему... Не то чтобы помогал, но сначала была драка Пахи с крокодилом. Вот. А потом уже, короче говоря, вмешался я. Ого, посмотри, крокодил выполз на побережье. Стой. Мне интересно. Так, это у нас Шанта или Майя? Нет, по-моему, это Шанта. Скорее всего, да. Там вылез крокодил на берег, а мне хочется посмотреть. Ох, самое главное... Стой, 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 стой. Так, кажется, он уже на меня начинает охотиться. Ты слышишь нагнетающую музыку? Я её тоже слышу. Стой, аккуратно. Где у нас крокодил? Я, конечно, да. Я постоянно такой, знаешь, не усидчивый на месте. Мне всё время всё интересно. Любопытный. Я очень любопытный, да. Где крокодил? Он только что был здесь. Я, конечно, не знал, честно говоря, ребят, что... Вот эти дейнозухи, как я их называю, да, в своих сериях, они могут вылазить так далеко на побережье. Ого, у меня даже мурашки пошли. Может, ну его нафиг не рисковать? Да, давайте не будем это делать. Давайте пойдём в стаю вот этих вот струтомимусов, или кто они там. Поправьте в комментариях, если что. Конечно, это травоядные, а я хищный, поэтому я могу сейчас получить даже звездюлей, честно скажу. Меня могут напинать. Давайте аккуратно пройдём мимо них. Так, похоже, моё присутствие им не нравится. Аккуратно пройти. Кстати, я, говоря, ещё ни один раз, ни разу, ребят, не встречал здесь огромных пищных динозавров, таких как Терекс. Хотя они здесь присутствуют. И если, ребята, мы столкнёмся с ним, то всё. Это самый страшный зверь, по-моему, в этой игре. Да и вообще, это как бы был самый страшный хищник во время Мезозоя. Боже, ну куда ящерица? Зачем ящерица побежала в это стадо? Что тебе там нужно было? Ты не могла просто прийти ко мне, я бы тебя съел, насытился, и всё было бы прекрасно. Да, Дакота Раптор, походу, своего роста всё больше и больше хочет пить и есть, кстати говоря. Так, понятно, мой ланч не удался, я понял. Мой ланч не удался. Это печально. Давайте хотя бы поедим вот этот тростник, который я не могу есть. А, подожди, стой. Нет, стой, 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 стой. Ну-ка, стой. Смотри, если я его ем, то мой голод... Или мне показалось? По-моему, мой голод спадал ещё больше. Конечно, сейчас Дакота Раптор скажет, слушай, дружище, ну вообще, я как бы плотоядный, а не травоядный. Чем ты меня вообще пытаешься накормить? Ну где же эта ящерица? Понятно. В общем, я остался голодным. Я остался без обеда, ну ладно. Хорошо. Я всё понял. Давайте попробуем переплыть, наверное, вот на тот берег аккуратно, дабы не сломаться. Ого! Ты посмотри, какое было прекрасное скольжение, да? Прямо как на водных лыжах скатился. У нас вон там, смотри, на берегу загорает крокодил, греется на солнышке мезозоя. Песчаный прекрасный пляжик, на котором он греет свою шкурку. Самые опасные, да, ребят, здесь это, конечно же... О, стой, 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 стой! А вот и моя ящерица. А вот мой обед. В общем, я остался не голодным. Я не остался без обеда. И вот моя еда. Вот моя еда, которую я сейчас буду есть. Не так быстро. Она меня так и ведет крокодилом, да? Неуклюжий, а? Давайте от первого лица, в принципе, можно поймать ее, попробовать. Это, по крайней мере, сейчас самые питательные вещества и вообще моя еда на первых парах Дакота Раптора. Я, конечно, не знал, что ящерицы настолько быстрые. Да, Дакота Раптор, сегодня точно не твой день. Хотя нет, я поймал ее. Я могу ее есть. Отлично. Давайте перекусим. Давайте полностью, наверное, попробуем насытиться. Да, тяжело, конечно, выживать. Одному, без родителей, которые тебя еще когда-то кинули. Никогда не везет с родителями. Так, ладно, пойдемте. А кто это у нас там на берегу? Ага, еще два крокодила. Нужно опять попить. Так, здесь довольно-таки опасно. У нас с той стороны два крокодила и с той стороны еще один крокодил, который... который, по-моему, что-то доедает уже. Посмотри. Да, реально, он что-то ел. Давайте сейчас найдем, наверное, безопасное какое-нибудь место и, наверное, уже можно поспать, потому что мой Дакота Раптор настолько утомился в поисках ланча, что он хочет спать. Он постоянно голодает. Давайте выбежим на берег и где-нибудь подальше от этого пляжа кишащими крокодилами спрячемся куда-нибудь в дереве, наверное, и поспим. Да, даже вот здесь прекрасное будет место. Отлично. Хороший, здоровый сон никогда не повредит Дакоту Раптору. Я думал, у нас стемнеет, но у нас только вечереет, ребят. Ну что же, давайте отправимся на следующее наше путешествие. Давайте пробежим, наверное, может быть, даже в самую глубь леса отправимся и посмотрим, что нас ждет интересного. Возможно, мы даже встретим какого-нибудь Рекса Трайка. Я не знаю, что мы можем увидеть. Кроме вот этих Стуртамимусов, которые кишили там вместе с крокодилами на пляже. Возможно, у них какая-нибудь миграция. Я не знаю. Неужто я... О, подожди. Дакота Раптор. Но сейчас довольно-таки опасно к нему приближаться, потому что, как я вам и говорил, ребят, той ночью на меня кто-то охотился и мне показалось даже, что это охотились взрослые Дакота Рапторы. Давайте аккуратно к нему подойдем. ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стой, стой, стой. Это было опасно. Подожди, он будет охотиться на меня? Нет, по-моему, он наоборот боится меня. Да, он меня боится. Он прячется от меня, но я скажу так, что его... Стой, ой-ой-ой. Меня каждый шаг пугает здесь. Его рост, скажу, ребят, намного больше и... он меня может, конечно, с легкостью победить. Ладно, давайте не будем на нем заострять внимание и побежим дальше. Давайте отправимся дальше, вглубь леса. Можно было бы, конечно, сделать проще. Можно было бы бежать вдоль той реки. Опять нагнетающая музыка. Ого, посмотри, как быстро стемнело. Но вот в этом месте, я скажу так, здесь, в принципе, можно ожидать опасность с любой стороны. Очень густой лес и... не знаешь, с какой стороны может на тебя напасть какой-нибудь хищник. Или какой-нибудь сумасшедший травоядный. Бежим, короче, дальше. Да-да, у нас стемнело. вообще никого не вижу. Неужто все попрятались под деревьями, под кустами или залезли на эти деревья? Куда все делись? Так, стой, стой, стой. Я что-то вижу. Я вижу крокодила. Ого. А вот и начинается, по-моему, охота. Слушай, как вот этот крокодил умудрился так далеко вылезти за пределы болота? Но крокодил, по-моему, маленький. Ого. Это даже не крокодил, я тебе скажу. Это что-то похоже, знаете, на доисторического варана, который пытается на меня напасть. Ну что ж, я думаю, можно с ним пободаться. Хотя бы попробовать. Что из этого выйдет, я не знаю. Надеюсь, надеюсь, я выйду сухим из воды. Давайте выведем его куда-нибудь на поверхность, где все хорошо просматривается. Потому что он прячется в траве, в густой, и мне его очень плохо видно. Как-нибудь зайти к нему с хвоста это был бы, наверное, самый такой оптимальный вариант. Ага. не так быстро. Ну что, получил? Давай, давай, давай. Я не знаю, сколько ему нужно сделать кусик, чтобы я его убил бы. С хвоста идеально. давай, давай, пока он разворачивается. Отлично, отлично. Получил, получил свое приятель. Есть. А, он еще живой. Ну ладно. Обходим сзади. я скажу так, он быстро очень разворачивается, он очень поворотливый. Хотя я оббегаю его намного быстрее, чем он меня. Отлично, отлично, давай, давай. Ну, где ты, где ты, мерзавчик? А, ты все еще здесь. Шустрый, малый, однако. Есть. Ах, я ранен, я ранен. Отходим, аккуратно. Меня ранили. Где он? Ох, как бы я боюсь не умереть, бы мне открывать течение, ой-ой-ой, кто это? Это еще кто был? Ну, что же, друзья, как вы, наверное, поняли, я опять очутился на дереве, как и в самом начале этого видео. Вся моя ночная охота обвенчалась огромным провалом, но я оказался на прекрасном пляже. Посмотри, как здесь здорово, и здесь очень много разной живности. Посмотри, здесь даже, как я и говорил, пасется большое стадо трайков. Блин. Я просидел на этом дереве, и я вновь оголодал, я хочу пить. Эх, да, я понял одно, что пока что я такой маленький, мне, наверное, лучше не стоит ни на кого охотиться. Это будет просто бесполезно. Поэтому нашему дакота раптору нужно хотя бы вырасти до пятилетнего возраста, я думаю, примерно, чтобы хотя бы начать крупную охоту. Ну, а пока придется питаться какими-нибудь мышами, крысами и маленькими ящерицами. Вот такая вот незадача. всем, кому понравилось, друзья, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, обязательно жмите колокольчик. Наше путешествие в скором времени продолжится. Всем пока. ПОДПИШИСЬ